Детский университет Дети часто обожают задавать вопросы, которые нередко ставят взрослых в тупик. Почему небо голубое? Почему птицы летают? Почему у жирафа шея длинная? Специально для таких почемучек и их родителей в КФУ открыт детский университет. Подробности узнаем в следующем сюжете. Казалось бы, такие дисциплины, как современная экономика, философия и даже астрономия, познаются только студентами, которые уже закончили школу. Но не тут-то было. В детском университете уже изучают азы научных предметов, которые не всегда есть в школьной программе. Но данный проект не претендует на то, чтобы заменять детям школу. Цель его убедить в том, что наука – это не только ужасно сложно, но и ужасно интересно. Самое главное в детском университете – это та среда, которая возникает у них для общения. Они общаются друг с другом. Это самое важное. Мы иной раз, преподаватели, поражаемся тому, что дети иной раз знают больше, чем учителя. И лекции наши, они как раз это подтверждают, это демонстрируют. 9 октября состоялось открытие нового уже шестого по счету учебного года для маленьких студентов. Для кого-то это были первые занятия, а кто-то посещал уже не раз. Мне запомнилась устная лекция, когда нам объясняли что-то, а в конце мы за это все запоминали, нам задавали вопросы, и мы на них отвечали. Научно-популярные лекции «Интерактивы» по воскресеньям с детьми проводят профессора университета и известные люди Татарстана. Занятия построены таким образом, что преподаватели вовлекают мальчиков и девочек участвовать в беседе. Большое внимание уделяются фото и видеорядам на больших экранах. Преподаватели в ходе лекции задают разные вопросы, что позволяет детям блеснуть своими знаниями. На этот раз они были увлечены такими темами, как «Легко ли быть насекомым» и «Ябеды и доносчики». Равиль Зелеев, доцент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, рассказал о видах насекомых, их разнообразии, пользе и опасности. Алия Бушканец, профессор русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, побеседовала с детишками на тему «Истории и культуры доноса в мировой литературе» на примере героя произведения Лилиан Войнич Овод. А вот какие впечатления остались у маленьких студентов после их первого занятия в детском университете. Времена и хорошие, и немножко противные. Про насекомых я их не очень люблю. Очень много рассказывали и преподаватель хороший. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюз». Молодой ученый КФУ ищет скрытые запасы нефти. Работа аспиранта Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Руслана Гайфуддинова признана одной из самых лучших в конкурсе научно-исследовательских работ в рамках конференции «Наука будущего. Наука молодых». Студенты Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Регина Гомирова, Эвелина Ионова, Тимур Латыпов и Айрат Белялов побывали в крупнейшей частной клинике Израиля. Путешествие имело цель ознакомить лучших студентов с опытом работы наиболее востребованной клиники и системы здравоохранения мира. В ТАК «Нефтьарене» прошел суперфинал соревнований по киберспорту «Время танков». Команда из Казани победила в суперфинале турнира. Хоккейный клуб «Акбарс» подписал контракт с новым защитником. Новичок Михаил Йогден будет выступать под номером 19. Ирик Минахметов стал чемпионом Беларуси по кольцевым гонкам. По итогам третьего этапа соревнований пьедестал оказался полностью занят спортсменами из Татарстана. В Казани впервые состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди вузов Республики Татарстан. В тройке лидеров оказались студенты КФУ и КАИ. В 94-й гимназии для жителей Московского и Кировского районов был организован первый семейный городской пикник. Родители учащихся продегустировали блюда из школьного меню и познакомились с интересными рецептами. В рамках акции «Зеленая волна» в Нижнекамске высадили 15 тысяч деревьев. Только за прошедшую неделю в рамках мероприятия высадили 650 саженцев. В Республике Татарстан ожидается достаточно морозная погода. Местами возможны небольшие осадки, дождь и первый снег. 7 октября прошел еще один день в фестивале «День первокурсника-2016». В этот раз свои номера представили студенты Высшей школы информационных технологий и информационных систем Институт математики и механики имени Лобачевского. Учеба в университете — это не только академические занятия, но и общественная жизнь, которая основывается не только на регулярных научных конференциях и семинарах, но и на активной творческой деятельности, которая помогает студентам отвлечься от изнурительной учебы. Таким мероприятием в жизни Казанского федерального является ежегодный фестиваль «День первокурсника», который стартовал 4 октября. Так, 7 числа в здании концерта спортивного комплекса «Уникс» прошел очередной день первокурсника 2016 Высшей школы информационных технологий и информационных систем Института математики и механики имени Лобачевского и Химического института имени Лобачевского. С каждой минуты зал наполнял все большим количеством студентов, которые в этот вечер собрались не только поддержать своих однокурсников или друзей, но и просто посмотреть на феерическое шоу. Тут зрелище, потому что сама участвую в концерте, точнее, вчера участвовала в концерте, и поэтому решила посмотреть на другой институт. Не с тем, что было всегда в школе, то есть, да, мы пришли в университет, и здесь такой масштаб совершенно другой, и масштаб организации, то есть, невероятный, и на экскурсии по студенческой жизни мы это увидели, и на День первокурсника, соответственно, мы ждем что-то похожее, то есть, это шанс проявить себя и, то есть, посмотреть на других и себя показать. Свет Погасе на сцене Большого зала у них появились девушки в платьях 19 века, а это означало только одно. Старт вечера дали студенты Высшей школы информационных технологий и информационных систем, которые представили современную версию Евгения Негин. Поступаем не в первый раз, я уже на этой сцене выступал еще и до этого. Эмоции, в общем-то, сильные, на самом деле. Вот сейчас на таком, на подъеме, в общем говоря, вот полчаса до выхода, мы выступаем вообще первыми, и, не знаю, я считаю, что это круто вообще выступать, где-то участвовать в жизни, вот студенческой такой, в каком-то движении, и уделять этому вообще время. Я сам первый курс, считайте, только, я считаю, что это круто уже. Пробость волнения и даже некая боя сцены так и была заметна на лицах выступающих. Но это и вовсе не помешало им задать стоположительную нотку в начале своей студенческой жизни. Уже традиционной частью фестиваля «День первокурсного» 2016 стал флешмоб «200 Казань». Очень хотелось бы, чтобы Казань присутствовала на купюре в 200 рублей или в 2000 рублей. И, условно, это было бы гордость для нашего города. На 7 октября проходил заключительный этап народного голосования. Совместными усилиями студенты отправляли смс и совершали звонки, чтобы поддержать столицу Татарстана. Этим вечером на сцене блистали также студенты Института математики и механики имени Лобачевского и Химического института имени Бутерова, которые представили свои яркие и неповторимые номера, а также защитили и отстояли часть своего института. «Деньские годы» — это лучший год в жизни каждого года, когда вы идете на университет. Является важной вехой для тех, кто решил выбрать будет науке. Поэтому такие мероприятия «День первокурсного» помогают зарядиться положительными эмоциями на долгие годы учебы. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюз. Свои таланты на сцене Уникса уже продемонстрировали около 10 институтов и факультетов. Самые яркие моменты выступления студентов вы можете смотреть на наших сюжетах. А сейчас предлагаю взглянуть, что выкладывают первокурсники в своих аккаунтах социальных сетей. С самого начала учебного года все новоиспеченные студенты готовились к этому дню, к первому заветному появлению на сцене. Уже с 1 сентября начались кастинги по всем направлениям — хореография, вокал, КВН, актерское мастерство. Кто во что гораст. Каждый хотел показать свои способности. Эти вот самые яркие и талантливые получили возможность проявить себя перед своими сверстниками, преподавателями, перед Казанским федеральным. Межфакультетный фестиваль «День первокурсника» — ежегодно проводимый конкурс творчества студентов первого курса КФУ. В течение 8 конкурсных дней мэтрам предстоит оценить программы, представленные 22 институтами, факультетами и филиалами университета. По итогам конкурсных дней фестиваля лучшие исполнителя получат грамоты лауреатов и победителей, почет и славу талантливейших и креативнейших. Торжественное подведение итогов традиционно завершится галоконцертом с участием самых интересных вокальных и танцевальных номеров, визиток молодых команд КВН и оригинальных постановок творческих объединений. Анастасия Иванова, Универ Ньюс. Это были все новости на сегодня. Пейте больше горячего чая и до новых встреч. С вами был Оскар Галимов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!